Привет из Канады! Сегодня новый ролик. Название его такое. Кто? Зачем? Почему? Рассказывают всякие небылицы, как в Канаде жить нельзя. Кто? Зачем? Почему? Кому интересна эта тема, можете присоединяться. Ну а те, кто, скажем так, это и так знают, что все это тут у нас, жить нельзя и все плохо, ну конечно надо сразу выключать и уходить заниматься своими делами. Итак, кто, зачем, почему? Кто эти люди? Ну, наверное, да, наверное, они делятся на несколько групп. Одна группа приехали вчера и уже все знают. Ну а как же, уже три дня пожил, все знают. Ну или три года, какая разница без эмэнер? Почему? Ну это вообще интересная тема. И зачем? Я постараюсь на все эти три вопроса, ну не знаю, что у меня получится, но постараюсь объективно ответить. Ну а себе в двух словах, совсем коротко, кто меня не знает. В 99-м году приехал с семьей from Ukraine Харьков и с тех пор живем в Торонто. Ну последние вот лет 12 GTA Торонто. Итак, кто эти люди? Если совсем коротко, ну постараться как-то объединить вот это все в одно слово. Неудачники. Это люди неудачники. Поэтому они и ноют. кто эти люди? Это люди тоже, если совсем коротко, они вообще не понимают, зачем они сюда приехали. Они не понимают, зачем они приехали сюда двадцать лет назад, тридцать лет назад. Или они приехали сюда по программе Куэд. Ну это не имеет значения. Объединить можно одним словом, как я сказал. Неудачники. И они абсолютно не понимают, зачем они сюда приехали. Кто, когда, в разное время. Почему? Почему они ругают Канаду? Почему им не нравится? Почему все действует на нервы? То есть вот это второе слово. Почему? Если тоже коротко. Я потом, конечно, разверну эту тему. Сейчас коротко. Почему? Потому что не смогли. Потому что приехали и думали, что здесь будет, грубо говоря, грубо говоря, будет легко. А оказалось, что, в общем-то, конечно, тяжело. И они были к этому не готовы. Вот это почему. И третье. Зачем? Как я понимаю. Ну просто сжаба давят. Если коротко. Хотя хотят оправдаться. Ну вот у них не получилось и не получается. У одного не получилось. Он здесь всю жизнь прожил. А у другого не получилось. Недавно приехал. И в связи с этим, в связи с этим, надо как-то, ну грубо говоря, реабилитировать себя. А как это сделать? Ну и вот ответ на вопрос зачем? Хотят, чтобы всех было плохо. Хотят, чтобы все думали. Да там жить нельзя. Да там плохо. Там все невыносимо. Там и то, и сё. Ну вся вот эта хрень, которую эти болваны рассказывают день и ночь. То есть вот этот вопрос ответ на зачем надо тоже будет, конечно, развернуть. Ну вот так вот коротко. Теперь, если вам, еще раз повторяю, интересно, вот мои, мои, как бы, вот мои, мое, мое видение этого вопроса. Кто? Вы понимаете, в чем дело? Вот эти люди, люди, они, в принципе, ну если так серьезно, по-нзоуслому говорить, они вообще-то, честно говоря, даже не люди. Это вот такие, знаете, ну если подобрать культурное слово, вы, наверное, чувствуете, я говорю с паузой, я как бы не хочу то что-нибудь брякну, обидеться. Хотя мне, честно говоря, да лампочки это все, но вот как бы культурно. Кто эти люди? Труднее. Ничего не хотят делать. Все хотят на дурняк. Не работать, не трудиться. Ну вот так можно сформулировать. Вот я хочу, чтобы мне платили пять тысяч в месяц, а я бы сидел бы дома и телевизор смотрел. Ну вот где-то так. Вот, грубо говоря, вот так. И что самое интересное, этих людей, ну если разделить на национальности, то они, ну в подавляющем своим большинстве, в подавляющем большинстве, это вот эти русские. Вот эти дармоеды. Да. Их намного меньше, вот этих людей, намного меньше среди азиатов. Что касается, вот допустим, взять арабов, они есть, но они ведут себя намного скромнее. Они, в общем, как бы тоже так, из-за этой же плеяды дармоедов, но они довольствуются минимумом. Вот в чем дело. И они особо не гавкают. А вот, конечно, вот эта команда, как я сказал, которой приезжают русскоговорящие, ну это, конечно, интересная тема. Тут эту тему, если развернуть, то надо, конечно, конкретно уходить в политику, а вот эта тема политики, она, конечно, ну она перебьет вот этот серьезный разговор, и тяжело будет потом возвращаться к этой теме. Поэтому я скажу так, вот это кто? Это несчастные люди. Им везде плохо, и будет плохо везде. Это вообще не имеет никакого отношения к стране Кеннадо. Им везде будет плохо. Они везде будут несчастные, обиженные, и, что самое страшное, они не хотят ничего делать и менять жизнь к лучшему. Они просто хотят, чтобы все везде было плохо. Вот это главное. Вот это, по большому счету, ключ к пониманию. Они действительно вот эти мутанты, как я их называю, они хотят, чтобы все было везде вот так плохо. Это вообще ключ к пониманию. Зачем? Ну я правильно сказал, жаба давит. Когда идет, вот сейчас выпускные у нас начались, значит, ну школу заканчивают дети, и вот дети 12 класс, у них там идут вот эти баллы, я имею в виду не оценки, а они выходят, и у них там, значит, вот эти вечеринки, вот это я хотел сказать, баллы. И ведь, вы понимаете, вот я же вижу, дети радуются, родители радуются, ребенок закончил школу. Ведь вы посмотрите, походите, посмотрите, как у нас сейчас проходят вот эти, ну, вечеринки, да, посмотрите, какие красивые девчонки, вот эти 18-летние выпускницы, какие у них платья нарядные, длинные, с большими такими вырезами, один вырез там в районе ноги, как они готовятся, как они проводят вот этот бал, ну бал, посмотрите, в каких зданиях, ведь они же не в школах проходят, а есть специальные такие огромные залы, и в этих залах собираются вот эти дети. Да, сделал паузу, кто, зачем, почему. Интересная тема вот эта, которую я сейчас сказал. Работают, зарабатывают деньги эти ребята, покупают себе платья, туфли, ребята шьют новые костюмы, они заказывают лимузины, настоящие либо, и так как он дорого стоит, они складываются, вот эти наши детки, наши внуки, и там 6-8 человек, и вот кто об этом вообще в принципе говорит, а это ж не интересно, но зачем, то ли дело рассказать, что там где-то в донтауне, кто-то где-то валяется, о, вот это интересно, и переливать с утра до вечера, как невыносимо, и плохо жить в Канаде, а то, то, что их всего 50 тысяч на всю страну, вот этих бомжей, это же никому не интересно, никто даже не хочет это обсуждать, еще раз повторяю, я запишу на днях ролик новый, свежайшая информация с цифрами, 50 тысяч, даже чуть меньше, по всей стране бомжей, бомжей, но опять же, но это же не интересно, то ли дело рассказать, что там Анжелики Варум ноги крокодил пооткусывал, о, вот это миллионные просмотры, вот это интересно, а было это или не было, это же дело пятое, это же вообще не интересно, и вот, вот этот вопрос, конечно, как я говорю, кто, зачем, почему, зачем, вот это оно и есть, зачем они это поливают грязью, ну потому что дебилы, ну что ничего не знают, ничего не понимают, и ничего не хотят видеть, вот и все, ну не хотят, вот так мне и пишут, а вот ты знаешь, там у такого блогера, что ты скажешь, послушай, ну, ну глупый, ну глупый человек, ну ты мне скажи, ну на кой черт я должен его знать, и на кой черт я должен его слушать, ну вот объясни мне, зачем, ну зачем мне это нужно, и ты на полном серьезе мне пишешь, ну вот там называют фамилии, я не буду, конечно, афишировать, ну зачем, и вот, вот они там рассказывают, ну рассказывают, дальше что, ну при чем здесь я, и при чем здесь то, что я должен там что-то про него рассказывать, ну он неудачник, понятно, прожил там 20-30 лет, или 5 лет, и ни черта в этой жизни не понял, вроде с одной стороны, ну грубо говоря, занимается риэлтор, и казалось бы, должен же быть с мозгами, а все ролики на одну тему, как жить в Канаде нельзя, ну, ты понимаешь, ну глупость, риэлтор, это человек, который работает на проценте, я же это прекрасно знаю, слава Богу, от 1 до 1,5%, если ты продаешь дом за миллион, ну грубо говоря, 10-15 сразу получил, в зарплату, на чек, на корпорацию, 1 в месяц можно продать, ну 1 в 2 месяца, можно продать, и жена у тебя точно так же где-то работает, и тоже зарабатывает там 5-10 тысяч, и у тебя, вот я же назвал цифры, но на 15-20 можно жить или нет в месяц, детей учить в платной школе можно или нельзя, а этот дом, который ты купил, а через 3 года рефаненсинг сделать, и взять деньги, и купить второй дом нельзя, а потом третий дом купить, и через 10 лет, через 15, чтобы у тебя было 3-4 дома, яхта, не, нельзя, плохая страна, при чем здесь страна, если ты без понятия, ты ничего в этой жизни не понимаешь, ну при чем здесь страна, вот это вот, кто, зачем, почему, ну и конечно, почему, ну я серьезно говорю, почему, ну потому что неудачники, потому что нет мозгов, вот поэтому и ноют, вот день и ночь, бегают по каким-то помойкам, вместо того, чтобы взять ребенка, и поехать с этим ребенком, ну я к примеру говорю, в Испанию, погулять там, посмотреть, потом взять там машину, покататься, заехать в соседние страны, а потом приехать к нам, вернуться домой, и здесь этот ребенок, чтобы пошел в нормальную школу, в нормальные спортивные клубы, и, как я сказал, зарабатывая, я же назвал цифры, вот он работает там, ну я к примеру, просто как пример привел, риэлтора, зарабатывает спокойно, свою десятку в месяц, жена работает там, каким-нибудь менеджером где-то, тоже зарабатывает пятерку, или она там где-то в своем доме, в бейсменте наладила свой бизнес, у нее там три человека, четыре в день приходят, она делает маникюр, педикюр, стрижет, красит, ну и прочее, она спокойно зарабатывает свои 500 в день, в день, сколько в месяц будет, 20 рабочих дней, 10, и у него 10, самый простой трак-драйвер, в Альберте, возит перевозки, вот эти ребята, они работают по 12 часов, я рассказывал на своих роликах, у меня есть эта информация, они зарабатывают 10-12 в месяц, и она зарабатывает 5-7, ну и что, на 20 жить нельзя, на 15, да даже на 10, нельзя жить, надо ныть, рассказывать, какая Канада, нехорошая страна, как тут все бомжи валяются, и денег нету, и вообще, уже все пропало, уже все тут умирают с голоду, жрать нечего, все пьяные, валяются обосыные, обрыганные, и жизни нету, и будущего нету, и бюджета нету, и безработица, ага, и вот эту хрень рассказывают вам, умным людям, какие-то вот эти придурки, и вы их слушаете, вот этих, как я говорю, неудачников, без мозгов, ну мозгов нету, я же все время повторяю, ребятки, дружите с мозгами, это все, что от вас требуется, просто дружите с мозгами, все, я же постоянно на всех роликах одно и то же говорю, зачем ты приехал в Канаду, раз, и второе все время говорю, дружите с мозгами, мозгов не купишь, купить можно все, кроме мозгов, деньги есть, сердце поменяют, все сделают, и руку новую пришьют, и печень, и почки, все сделают, а вот мозгов не купишь, даже за 5, 10, 100 миллиардов, если они у тебя, конечно, есть, нельзя мозги купить, они или есть, или их нет, вот и все, вот это кто, зачем и почему, хотите, верьте, хотите, не верьте, мой вам добрый совет, просто совет, я не настаиваю ничего, дружите с мозгами, и обязательно ответьте на простой вопрос, зачем люди приезжают в Канаду, вот этот вопрос надо задать, вот вы, вы не мне должны задавать вопрос, а ты вот слышал там вот этот, вот тот, что-то там рассказывает, он его там, ну, напиши ему, ты сам напиши, пускай он запишет ролик, и в этом ролике ответит на один простой вопрос, вопрос, зачем он приехал в Канаду, вот этот вопрос поднимать, сами отвечайте на этот вопрос, сами, и задавайте этот вопрос вот этим неудачникам, прямо в лоб, задаю простой вопрос, зачем ты приехал в Канаду 8 лет со своего Казахстана, или там ты из Израиля приехал, зачем, задайте вопрос, это людям, которые бросали, в 70-х годах бросали квартиры, и уезжали окольными путями через Италию, улетали в Израиль, задайте им вопрос, они вам ответят, вот эти люди вам ответят, как они все бросали, квартиры в ЖЭКе сдавали, и голые боссы и бежали оттуда, из великого СССРа, задайте вопрос, и задайте точно так же сегодняшним вот этим болванам, которые вообще ничего не понимают в жизни, они сидят в этих тиктоках, давят кнопки, и нарастой вопрос, ну на элементарный вопрос, я же просто хихикаю и говорю, как правильно пишется, Ирак или Иран, и он закатывает глаза, улыбка дегенерата, и начинает грыкать, ну кто он, он тебе ответит что-нибудь умное, я же просто издеваюсь, я это честно говорю, а он закатывает или она, закатывает глаза, уругвай или парагвай, и они закатывают глаза, и начинают ржать, как дебилы, они ни черта не знают, и родители у них точно такие же, ни черта не знают, повыращивали вот этих крокодилов, которые тебе бегают, и за деньги убивают людей в Украине, за деньги, да и денег-то никаких, собственно, им не платят, им только обещают, и даже если им заплатят эти 5000 долларов, так это тоже не деньги, или там, я не знаю, сколько им платят, 8000 долларов, но это смешно, и эти дегенераты называют вам какие-то 10 причин, как надо жить, как правильно надо рассуждать, он тебе рассказывает, как там плохо в Канаде, что он знает об этой Канаде, где он был, что он видел, сколько стран в мире он вообще посещал, где он был, где он отдыхал, туризм и прочее, прочее, они ни хрена не знают, они тупые, а вы их слушаете, и потом пишете всякую ахинею, типа вот он там говорит, вот ты там ему скажи, а чтоб ты ему ответил, задайте простой вопрос, зачем ты приехал в Канаду, вот и все, элементарный вопрос, не почему, не путайте эти два слова, почему и зачем, я уточняю специально, зачем ты приехал в Канаду, зачем ты хочешь эмигрировать в Канаду, или уехать там, ну в общем, короче, зачем, не почему, а зачем, и вот тогда пазл сложится, и вам будет все понятно, кто, почему, то, что я поднимаю этот вопрос, думать надо, родные, тогда все будет нормально, а иначе будет беда, и конечно, приедете в Канаду, и будет тяжело, потому что действительно, абсолютная правда, есть проблемы, они и раньше были, у нас были времена, когда у нас моргидж был, в районе 15-17%, представляете, какая это цена была, люди платили, люди действительно выбрасывались соком, кончали жизнь самоубийством, в русском районе, вот эти высотные дома, на Антибиес, на Алнес, да, люди действительно выбрасывались, с девятого этажа, это абсолютная правда, всегда было тяжело, и сегодня тоже, как и везде, во всем мире, у нас тоже хватает, ну действительно хватает, и негатива, и действительно тяжело, но это все ерунда, потому что те умные люди, которые имеют мозги, они прекрасно понимают, что сегодня везде тяжело, везде кровь льется, везде убивают, наркомания, проституция, все, что связано с эмиграцией, Европу атакуют, я подчеркиваю, не Германию, а Европу атакуют, со всех сторон, миллионы беженцев, и это надо просто понимать, а для того, чтобы понимать, надо иметь мозги, то, о чем я говорю, бесконечно, и надо общаться, через эти мозги, которые у тебя есть, с умными людьми, а не с которыми, глаза закатывают, не знают, как правильно пишется, вот и все, ладно, будьте здоровы, надеюсь, вы сами, ответите на вопрос, кто, зачем, почему, все, будьте здоровы, до свидания, для новых, всем. Спасибо. Надо большой, débutа, сегодняшний, да, я не помню, это не просто, Субтитры сделал DimaTorzok